Начинаем очередное заседание нашего штаба по подготовке к зиме. Сегодня у нас повестка дня о выполнении протокольных поручений предыдущего городского штаба. В этом вопросе есть проблемы, есть жалобы наших граждан. Сегодня о лифтовом хозяйстве города Трунова Наталья Анатольевна проинформирует вас о той ситуации, которая у нас складывается в городе, а также о путях решения и восстановления нашего лифтового парка. О правилах благоустройства, которые были разработаны на базе города Донецка с нашими изменениями, с вашими предложениями. Я думаю, скоро они вступят в силу и хотелось бы оговорить и эти вещи. А также об остеклении жилищного фонда, пострадавшего во время боевых действий. Основной упор в работе нашего штаба мы делаем, вероятно, стержневые наши вопросы, те, которые есть. Это подготовка, восстановление жилья и благоустройство. Мы находимся накануне тех праздников, которые будут у нас в городе, в городе День Шахтера, День города нашего Горловка, а также День освобождения города Горловки от немецко-фашистских захватчиков. 4 сентября по сводке информбюро наш город был освобожден. Поэтому приступаем. По протоколу, прошлому от 12-го числа, руководителям КП, ЧП и ООФЛП до 18-го подготовить информацию о промывке многоквартирных жилых домов и сумме перерасчетов, выполненных за неоказанную услугу. Анжела Александровна, пожалуйста, на трибуну доложите по этой ситуации. То есть только 19 домов промыто по ЧП в Великан. Кто может из предприятий конкретно сказать, в чем, какие сложности? Мы, согласно того же правил по подготовке жилого фонда к отопительному сезону, должны промывать один раз в три года каждый многоквартирный жилой дом. Вы сами? Вы сами, мы свои дома, своими рабочими, своим компенсором, да. Мы приобрели это еще до 3 года, тоже на протяжении нескольких лет, мы промываем с вами дома. Это как бы дешевле намного стоит для нас, как бы и... Что для этого нужно? Вот расскажите всем, здесь сидят. Нет, но для этого, конечно, нужно приобрести компенсор, который может промывать дома. Конечно, буду делать свои замечания. И когда жители будут жаловаться о том, что нет тепла, Сергей Юрьевич будет говорить, перерасчет за счет коммунального предприятия, обслуживающего жилой фонд. Анжела Александровна, давайте в течение недели до следующего штаба вы дадите мне мероприятие на следующий штаб. Как нам организовать, как скооперироваться, допустим, на ряд коммунальных предприятий, там, по группам, по районам, приобрести такое оборудование и выполнять правду. Запишите протокол, для того, чтобы все, один раз мы закрыли с вами эту тему. О предоставлении информации по сухостоям на придомовых территориях. Вы все предоставили нам документально подтверждение того, сколько у вас находится именно сухостойных деревьев, которые подлежат аварийной, где нужно произвести именно обвалку деревьев. И также бы обследовали все свои деревья, которые находятся у вас на балансе, там, где нужно произвести или кронацию, или просто обрезку сухих веток. Я обращаю ваше внимание, что вам сейчас надо начать работу по оформлению документов, ордеров, навалку, прежде всего, с тех сухих деревьев, которые находятся на вашей территории, закрепленные за вами. Чтобы вы разработали мероприятие, мы даем вам две недели. Предоставили 524 кабинет, мероприятие за вашей подписью и печатью. Когда вы планируете, в первую очередь, ликвидировать аварийные деревья, в вторую очередь, когда будет происходить обрезка деревьев. В первую очередь, это аварийные деревья, которые могут угрожать жизни людей. Но плановые работы именно по обновлению или удалению сухостоя нужно сейчас начинать. И начинать мы будем, как положено, начиная оформление документов. Сейчас у нас отдел культуры и администрации. До 19-го отчитаться по подготовке объектов культуры к отопительному сезону 2016-2017 и промывке системы отопления на объектах. В городе у нас 26 учреждений культуры. Всеми учреждениями поданы заявки на проведение промывки и выдачи актов о подготовке системы центрального отопления зданий к отопительному периоду. На данный момент в 11 учреждениях культуры уже выданы эти акты. Ожидается один акт, это ДК «Комсомолец», акт в работе. КП «Центральный», КП «Комсомольский», КП «Никита». ...103 домов, которые находятся с печным отоплением, сдано 28 домов. За прошедшую неделю предъявлено и сдано 28 домов. Сейчас показатель 63%. По подготовке по разрушенным домам у нас только Гаевого 11 дом находится под тентом. Сейчас мы получаем шифер и будем его накрывать.